Сегодня в Чебоксарах продолжила работу 49-я сессия Государственного Совета Чувашии. Депутаты рассмотрели ряд социально важных законопроектов. Бурную дискуссию вызвал вопрос о преобразовании муниципальных образований Красноармейского и Шумерлинского районов. В конце апреля депутаты этих районов вышли с инициативой ликвидировать в муниципалитетах поселения как юридические лица и объединить в одну административную единицу – муниципальный округ. А полномочия поселений передать на уровень района. Такая система действовала в Чувашии до 2005 года. Данное преобразование, несомненно, будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию района, повышению эффективности в решении вопросов местного значения. Предполагается введение единого механизма управления, единого бюджета, единой паровой базы и плана развития территории. Предполагается, что на уровне муниципального округа будет быстрее и проще решать проблемы медицинского обслуживания, образования, культуры. Подключение к коммуникациям, содержание дорог, утилизация музора. Сейчас у поселений нет на это ни средств, ни возможностей, утверждают депутаты. Если посмотреть на статистику, какая численность малочисленных районов на сегодняшний день, ну, 10 тысяч, 12 тысяч есть у нас районов. Ну, что такое 10-12 тысяч? И как решать большие стратегические инвестиционные вопросы в этих районах? Хотя люди там проживают. У нас есть деревни, где живут небольшое количество людей. Ну, на одной улице, это и есть сядь деревни, там, да, 10-12 человек. Они не могут и поучаствовать в инициативном бюджетировании, потому что, ну, что там они могут собрать, даже на покрытие щепелкой этой улицы? А здесь, в рамках объединения вот этих бюджетов, появится возможность, во-первых, проводить большие инвестиционные проекты, во-вторых, отслеживать их. Мнения депутатов различных фракций о необходимости преобразования разделились. У нас в республике Москокосинское сельское поселение Маргаушского района, Синьяльское сельское поселение Чубоксарского района, Большое Алкашевское сельское поселение Шумерлинского района. Депутаты этих поселений, они смогли отстоять свои права, когда у них были вопросы китайским инвесторам. Объединив и создав такие муниципальные округа, депутаты сельских поселений, а их уже не будет, их не будет, они не смогут препятствовать воле руководителя муниципального округа. Депутаты поинтересовались, как будут предоставляться госуслуги жителям, не придется ли им каждый раз приезжать в районный центр. Авторы закона подчеркнули, все вопросы местного значения будут решаться, как и прежде. Увеличатся возможности района в решении стратегических вопросов. После долгой дискуссии представители ЛДПР предложили не принимать закон о преобразовании муниципальной округа. Мы против таких поправок по одной простой причине. Если убрать депутатов сельских поселений, то мы уберем рычаг влияния этих округов, этих поселений у людей. Коммунисты воздержались при голосовании во втором чтении за закон. По их мнению, документ нуждается в доработке. В целом я был за необходимость введения такой нормы, чтобы муниципальные округа были, и избиратели, жители районов сами решали, какую форму управлением выбрать. Но в то же время надо уделить особое внимание тому, чтобы власть оставалась приближена к населению, к жителям. Количество депутатов в этих собраниях муниципальных округов должно стать больше, причем существенно больше, чтобы не получилось так, что какая-то деревня не имеет своего представителя. В итоге закон о преобразовании был принят в двух чтениях. Осенью депутаты местных поселений сложат свои полномочия, и будут сформированы новые собрания по итогам выборов в районах. Депутаты также приняли закон о социальной поддержке детей. Его рассматривали в апреле на заседании Кабинета министров. Правительство предлагает расширить меры господдержки детей-сирот, обеспечив их жилищными сертификатами. Татьяна Молокова, Павел Оридков, Республика.